Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. На днях основатель ACA Мэйрбек Хасиев дал большую пресс-конференцию, где сказал много хороших слов про свой промоушен. Например, он не сомневается в том, что ACA входит в топ-3 сильнейших лиг мира. В пятницу же пройдет совместный турнир Eagle FC и Fight Nights в память Абдулманапа Нурмагомедова. После взвешивания наш корреспондент Ислам Бабаджанов и Иван Ковалев из Спорт-24 спросили у президента Fight Nights Камила Гаджиева и спортивного директора Eagle FC Камала Саидова их мнение насчет слов Хасиева. Но сначала речь зашла про роль Хасбека в ММА. Поехали! Сегодня уже от нескольких людей я слышал, что завтра на турнире планируется присутствие блогера Хасбека. Вот в связи с этим хотел спросить, насколько по-вашему уместно будет ему завтра присутствовать на таком турнире именно? Ну я Хасбека считаю частью индустрии единоборств. А кто, кстати, сказал, что Хасбек будет? Мы его привезли. А, он красавец. Это я понимаю. Почему не уместно? Он же такой же человек, как и Слава. Вот, пожалуйста, уже тот момент, когда ученики превзошли учителя. Я вот не догадался. А они Баб привезли Хасбека. Все правильно сделали. Я лично за. Я считаю, что он участник индустрии единоборств полноценный. Он один из самых популярных людей в российской индустрии ММА. Вот объективно это так. Просто дополню вопрос, если можно. Хасбек ассоциируется вроде бы как с весельем, с юмором, а завтра все-таки турнир памяти Абдулманапа Магомедовича. Ну мы же не должны грустить. Турнир памяти? Ну это не значит, что мы должны грустить. Потому что, ну, скажем так, мы тем самым просто продолжаем дело Абдулманапа. Потому что Абдулманап для людей кто? Это талантливейший организатор и тренер. Правильно? И то, и другое. Завтра здесь будут уступать его ученики. Самые главные ученики его сцены – это организаторы, да, идейный вдохновитель всего этого действия. Ну и плюс он организатор Абдулманапа. То есть он был бы здесь, если бы сейчас был бы жив-здоров, он был бы сейчас здесь с нами во главе. Поэтому я считаю, что это не повод грустить. А вот повод вспомнить – это да. И благодаря нашему режиссеру, я думаю, что завтра мы его действительно сможем вспомнить. Вопрос обоим. Могли бы вы внести лигу ACA в топ-3 мировых лиг на следующее время? Сейчас скажу. Значит, первое место UFC, второе место Bellator, третье все-таки One. Или даже первое UFC, второе – One, третье – Bellator. Ну вот, у меня так. Вот, и дальше кому-то кто-то может нравиться или нет. Дальше или KSV, или ACA по периодичности, по частоте событий, наверное, все-таки ACA сильнее, чем KSV. Но KSV как бренд более такой старый и более популярный. Ну так, если говорить, вот в целом. Ну, пятерки точно ACA – это железно. А кто там еще? То есть, ну, но первую тройку я тоже назвал. То есть они или четвертые, или пятые. Вот как с KSV менять местами. Ну, вот вчера Майбек осенью. А, еще как мало, я не знаю. Он-то, наверное… Не, ну, я пока не делю так, знаешь, сильнейший, не сильнейший лиг. Все лиги делают там примерно одинаковые. Понятно, бойцы где-то они разные, но по сути везде одно и то же. И говорить там «мы первые, мы вторые, мы третьи». Я просто нашу лигу сейчас никуда не ставлю. Я ее должен был бы там, как наивный человек, условно, вдохновленный, просто сказать «мы первые». Нет, мы не первые. Но если брать Россию, мне кажется, что для обычных людей нас точно как бы больше и мы понятнее, чем ACA. Если брать вот просто обычного зрителя. Если брать фаната, то для них там ACA и так далее и тому подобное. Но даже фанатам уже все равно надоели чисто спортивные противостояния, на мой взгляд. А вот Eagle FC, кстати, лига, которая, на мой взгляд, поймала такую золотую середину. Там есть элемент консерватизма, но в то же время ребята делают, может быть, силу возраста, может быть, силу чего-то. Делают довольно прогрессивные вещи, я считаю, которые ACA не делает. Это так вот, по-честному просто скажу. Ну и, конечно, есть куда расти, на всем есть куда расти. Ну что, давайте финальным, может, я побегу, пока мало станет. А по качеству боев? Вот в лиге ACA не уверен, что по качеству боев уж точно лидируют. Это вы должны сами тоже судить, вы же бои смотрите. Говорят, что везде бывают такие бои скучные, где вообще никаких нормальных действий, это элементарно даже. У нас селекшены проходят тоже не менее зрелищные, чем турниры большие. Сейчас, если брать, знаешь, в совокупности имя человека, его мотивацию, потому что ребята еще из ACA бонусы подключили и так далее. Если комплексно брать и посмотреть на весь карт, то я считаю его таким по спортивной составляющей, по конкуренции, более ровным, чем в любой другой лиге. Это вообще без вопросов. Другое дело, что, наверное, опять каждая, знаете, лягушка свое болото хвалит. Я просто повторюсь, очень крутая история спортивного противостояния в ACA, это скажет любой. Проблема в том, что, к сожалению, выходят ребята, история которых развилась и случилась исключительно в стенах одного промоушена. И вот нигде дальше. Вот сейчас Ингуш, пацан, вот сейчас он бонус 100 штук забрал. Ну, 100 тысяч долларов выиграл сейчас пацан. Лом Али на Альгине. Вы не знаете, я знаю. Вы что, ребята? И Лом Али. Но проблема в чем? Ну, я называю это проблемой. Да, наверное, это не проблема для ACA. Но не знает об этом никто. Это все вот в нише осталось, понимаете? Вот что плохо. Вот. А вот такие ребята, бах и 100 штук выиграл. А вчера еще было условно нигде. Ну, потому что вся его карьера вот там она сейчас развивается, внутри там и так далее. Нехорошо это, я считаю, для индустрии это плохо. Вы открыты к проведению турнира формата «Стенка на стенку»? А я всегда был открыт. В лиге ACA не заинтересованы. Они заинтересованы исключительно с UFC или Bellator. Они ничего не выиграют просто от этого. Я сейчас объясню почему. Это же ММА. Вдруг кто-то из бойцов там в другой лиге случайно, как может кому-то показаться, выиграет там у бойца из ACA. Что потом говорить о спортивной составляющей? Потому что ребята это делают локомотивом. У нас лучше бойцы, у нас лучше бойцы. Ну, пускай так и будет, как говорится, на здоровье. Поэтому им противостояния с кем-то не нужны. Вдруг кто-то разочаруется. Поэтому, а нам, ну, я не хочу, например, чтобы мой раскрученный пацан взять Макса Буторина. Вот сейчас он набирает обороты и так далее. Почему я, например, готов, чтобы он с Агидом дрался? Объясню почему. Выиграет он, проиграет. С Агид ученик Абдулманапа. У них бой в главном карде. Это в любом случае круто для Макса. И поэтому я не думаю, что проиграет, выиграет. Вот за такое противостояние я двумя руками. А если сейчас он должен драться с каким-то пацаном из ACA. Хорошим, крепким бойцом, но которого никто не знает. Что от этого получит Макс? Ничего не получит. Вот поэтому я считаю, что практически это противостояние невозможно. Мы не сходимся в интересах в данном случае. Вы могли бы назвать некоторые весовые категории, чемпионы которых... В чемпионах которых вы уверены в том, что они, возможно, победят чемпионов ACA? Ну, по порядку. Балиян 57. Смотрите, если я уверен, значит дурак, да? В ММА нельзя быть на 100% уверенным. Но это пацаны, которые конкурируют. Балиян точно может конкурировать, он показывает хорошие бои. За Егаяна, говорит его послужной список, он в любителях, чего только не выиграл. И подерется с любым, я считаю. И Минов подерется с любым 66. Никому, ни про кого нельзя сказать, что кто-то возьмет и выиграет у Иминова. Вот так скажем, да? Нельзя сказать, что он выиграет у всех. 70, а что на Риман Абасов? На Риман Абасов это человек, который постоянно удивляет. 77 Бекарев. Это человек, который может ударить так, что там другой вообще не соберет. Ну, то есть, нокаутировал же он Казаха нашел, да? Вот последний бой. Готи Дозаева. А Готи Дозаев в разных лигах дрался и неплохо себя показывал. А 84 Минеев или Исмаилов может стать чемпионом. О чем тут говорить? 93, сейчас Вагаб Вагабов с Хасаном. Тоже непростые ребята. В тяжах, сразу скажу, особо никого нет. Хотя есть Гриша Пономарев на подходе. Вот я вам все веса рассказал. Кто скажет, что этих пацанов однозначно кто-то обыграет? Никто не скажет. Вот и ответ на вопрос. А вот вторые, третьи, пятые, четвертые номера. Здесь, конечно, глубина ростера у ИСЕ посерьезнее. У них там пятые, шестые даже. Честно, мы сейчас этим похвастаться не можем. В этом плане хорошая лига у ребят, у Игл. У них есть, вот они формируют ростер, молодцы. Мы в основном вот верхний уровень вещь. У нас там чемпион, да? И вокруг него вся шумиха. Они чуть глубже работают. Камила, если можно, последний от нас и все. Буквально после завтра поединок. Александра Емеляненко и Тарасова. Вот вчера Майер Бехасиев охарактеризовал это, поставил в один ряд с поединком условно журналиста против порнозвезды. Вы бы как охарактеризовали бы этот поединок? Ну, я бы не стал как бы кого-то из них задевать. Я считаю, что Александр Емеляненко, Артем Тарасов, каждый прошли свой путь. И в принципе сделали это так, что не оставили болельщиков равнодушными. Ну, Александр Емеляненко чемпион мира. Мастер спорта международного класса. Артем Тарасов мастер спорта. Человек, который дерется уже давно со здоровыми мужиками. Это может нам не нравится, но по факту это 70-килограммовый человек, который выходит и дерется со здоровяками вроде датска. Достойно, да. А то, что это другой жанр, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Я спокоен. Но как бы не хейтить, негативить и говорить, что это там порнозвезды и прочее. Ну, я в принципе вообще ни про кого так не скажу. Ну, здесь уж на то пошло. Но Майербек там имеет право, он неплохо в Майербек разбирается. Он кроме этого еще говорил, что они, то есть если они будут первой лигой, которая сделает у себя допинг-контроль, хотя вроде раньше собирались, он сказал, что лучше бы, если бы, допустим, все ММА и сообщество в России собралось и все лиги бы вот как-то на этот вопрос договорились. А вот вы не хотите стать, ну, вот, Файт Найтс первой лигой, которая будет допинг-контроль расширен? Нет, не вижу этого смысла вообще никакого. У вас как с этим? Я тоже не вижу. Это должен быть один, понятный, орган, и я пока не вижу его. Его и не будет, и плюс каждый будет все равно там в своем направлении двигаться. Да мы, слушай, я повторюсь опять, и ВСЕ у меня под носом подписывает Брандау, который у меня на контракте. О чем тут говорить? То есть это как бы, а что о допинге говорить, когда элементарные вещи, элементарные вещи, которые в индустрии приняты, они просто не соблюдаются. Так скажем, да? Ну, это же так, по факту. У меня человек на контракте, его берет, подписывает другая лига, дает ему бой. Я его отправляю в медавление и так далее. Они просто там, ну, не обращают на это внимания и делают. Можно сказать, да, не плевать хотели, Камила, они тебе там ничего, еще что-то. Это один вопрос. Но другой вопрос, это правило, как работает индустрия. Индустрия так не работает. Поэтому какой единый коллегиальный орган у нас в принципе может быть? Вряд ли. Но я в целом за то, чтобы промоушены сотрудничали, но такого, чтобы нас к чему-то единому приводить. Да это все мартышкин труд, ничего не получится. Бесполезно. Бесполезно.